Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Например, работает так называемое правило Цвейга. Это такое геронологическое правило, о котором мы будем говорить сейчас прямо. Вот, мы провели классификацию вот этих вот кваркониев, связанных со стадии кварка и антикварка тяжелых, и обсудили, как они будут наблюдать, в каких экспериментах можно наблюдать эти связанные со стадиями. Ну и, конечно, самое яркое наблюдение не является. Наблюдение в кварконе с плантливыми числами 1-1, потому что они могут наблюдаться в прямом канале Е-1, плантливые числа фотона, и они могут наблюдаться таким образом, что Е-1, сталкиваются, переходят в кварконе, а в кварконе переходят в это самое состояние в кварконе 1-1. И дальше адроны. Дальше это состояние распределяется в адроны. И, в общем, такого типа процесса мы уже обсуждали с планкой электродинамики, это резонансные процессы, когда мы говорили, скажем, о рождении Ромизод. Это то же самое. Такие же основные черты. И мы получали сечение этого процесса, которое сечение вблизи резонанса, которое пишется таким образом, Сигма от Е. И Е это удвоенная энергия кузьков, то есть кубавная энергия электронной позитронной сталкивающейся в системе центра инерции, естественно. Так вот, Сигма от Е мы писали, это и есть 3Пи, да? Гамма. Сечение вот такого процесса. Сечение какое-то конечное, огромное состояние, которое мы обозначим Ромизод. В принципе, это может быть и не огромное состояние, может быть и не огромное состояние, но другое состояние. Какое-то, скажем, ни плюс, ни минус. Но, правда, здесь мы должны брать интерференции с премьер-каналов. Ладно, пока будем говорить о конечном состоянии, которое вот только таким образом и может получаться в процессе такой реакции. Тогда это будет здесь, Сигма от Е. Но это ширина расклада нашего резонанса. Здесь мы видим В. Сечение через сечение Е плюс и минус анипляции вблизи массы векторного резонанса В. Здесь гамма не Е, а здесь ширина этого векторного распада, векторного резонанса Е плюс и минус, а здесь гамма, ширина распада В. Вот такая формула брейклимеровская, да? Три Пи. А что вам нравится? Три Пи, хорошо. Если он со спиной единицей. Спиной единицей, это именно для спины единицей. Именно для спины единицей. Пожалуйста, не знаю. Мы эту форму получали. Можно ее получать по-разному. Можно получить из квантовой механики, просто из формулы брейклимера, да? А можно просто вот из диаграммы видно, что матричный элемент, наверное, пишет. Матричный элемент, то есть х на одной части, одна часть этого матричного элемента распада на и плюс, и минус, а вторая распада в вектор, в конечное состояние. Ну и от пропагатора идет вот этот знаменатель, от квадрата пропагатора идет этот знаменатель. Вот, понятно эта формула, понятно. Ну, надо сказать, что на самом деле оказывается, что ширина вот этих вот квадратных таких, как G7 и Y, ширина, вот эта ширина, она очень маленькая, и она много меньше, чем разброс энергии в пучках. Вы, наверное, об этом уже слышали, что ширина какая? Сколько? А? Столько. Вот столько, а разброс энергии в пучках крылья. Поэтому ширина много меньше, чем разброс энергии в пучках, и эта формула, конечно, не годится для описания процесса. А что мы должны сделать? Мы должны взять и свернуть вот эту формулу, вот это сечение с распределением, с функцией распределения по энергии в пучках. Ну, обычно считается распределением по энергии в пучках каосов, да, и это распределение дается функцией F. И вот E минус E минус E минус E 0 в квадрате, будет на два сигма в квадрате. И для тренировки здесь корень из губки и сигма. Правильно? Я пишу вам. Правильно, я пишу вам? Правильно, я пишу вам? Да? А сечение, сечение, наблюдаем это сечение. Сигма, это есть сигма, это есть интеграл. ДЕ, сигма под Е, сигма В, нет, резонанское сечение. И на ЛЕ под E минус E 0. Вот и же это, сигма E 0. Если он средний, не ноги, это средняя энергия, положение средней энергии в пучке. Вот так пишется от межуального сечения. Ну и, ежели у нас ширина много меньше, чем сигма, то, конечно, вот эту формулу можно перетисать таким образом. Это будет, что же это будет? 2 делить, да. 6 Пи в квадрате, да? Камера Е E в галпах F, деленное на Камера В в квадрате и на Камеру В. И на ЛЕ по функциям от Е минус В. Правильно? Да? Легко проверить, что это правильно, да? Как это проверить? Проинтегрировать. Проинтегрировать по Е, да? И получим. Ну вот, хотите лепки, хотите проверить, я думаю, что правильно. И тогда это будет равно просто 6 Пи в квадрате. 6 Пи в квадрате, гамма Е, гамма F, деленное на Камеру В в квадрате, гамма В, 6 Пи в квадрате, да? И F, F, вот, минус минус В. Вот такая будет функция распределения. Функция распределения неизвестна. И что мы тогда измеряем? Если мы измеряем полную ширину, да? Полную ширину. Смотрим все процессы, которые идут при госпаде нашего визона. Значит, то есть сумма по всем предыдущим состояниям сокращается и мы меряем просто электронную ширину. Учим меряем просто электронную ширину. Значит, но это еще не вся правда, конечно. Не вся правда, потому что, на самом деле, здесь, когда мы говорим вам о таких процессах, резонансных процессах у нас с малой шириной резонанса, у нас важный традиционный поправок. Традиционный поправок. Почему? Ну, давайте пока заберем о распределении, о разгросе, аналитическом разгросе. Тут как будем говорить просто о теоретическом сечении. И что же произойдет, если мы начнем считать традиционные поправки? Радиционные поправки. Ну, как вы понимаете, что традиционные поправки, когда мы считаем, то мы должны учитывать излучение фотонов, это не уходит в процессе, вообще не бывает. Потому что у нас электроны, вот эти электронные электроны для салтонина излучали. Обязательно излучают. Ну, конечно, поправки, когда основные поправки, мы говорим сейчас об электромагнитных поправках, естественно. Основные поправки, конечно, связаны с начальными частицами, да? Ну, потому что это же поправки за счет излучения. Радиционные частицы легкие, а конечные частицы, если мы говорим об адронах, они тяжелые, они излучают слабо, поэтому традиционными поправками так для конечных состояний можно пренебречь. А вот начальное состояние, они у нас, традиционная поправка к начальным состояниям обязательно надо учитывать. Ну, значит, что это? Это, то есть, мы должны учитывать виртуальные поправки и реальные за счет излучения. Как вы знаете, обычно виртуальные поправки, конечно, они давят процесс, потому что упругие, они задавливают, всякие инклюзивные процессы, они давят на нуле, да? Виртуальные поправки. Опять же, не бывает этого. Есть только инклюзивные процессы с излучением бесконечного числа потона. Всякие эксклюзивные, то есть с излучением без излучения и с излучением конечного числа потона. Сечение такого процесса ноль. Почему ноль? Потому что вот оно задавлено виртуальным эмират поправками. Потом, когда мы складываем виртуальные поправки, суммируем виртуальные поправки и поправки за счет излучения реальных, они в большинстве случаев, как вы помните, сокращают друг друга, да? Сокращают друг друга. И в результате мы получаем такой фактор. Если работать в мягкофотонном приближении, оно здесь вполне хорошо работает, это приближение, то мы получаем такое множение. Для поправок, для виртуальных, то есть учет виртуальных поправок и реальных, то есть учет всех поправок ведет к появлению в Бордонском сечении такого, ну вернее в полном сечении, в полном сечении. Полное сечение равно Бордонскому умножить вот на такой множине. Умножить мы записывали таким образом. Есть степени минус интеграл DWM. Вот как? Да? Д-деграл. Д-деграл по всем частотам. И интеграл, он ограничивался, ну я так понимаю, Д-деграл по углам, которые интегрировали, остался интеграл по частоте. Интеграл по частоте берется от Дельта Е, где мы говорим Дельта Е, это экспериментальная Дельта Е. Где? Дельта Е, это величина, определяемая экспериментальным разрешением, А вот Е0, это величина, определяемая применимостью нашего приближения. И мы говорили, что обычно это значит Е0, это порядка энергии, полной энергии. Значит, и вот в случае, вот это в случае, если мы смотрим поправки, поправки связанные с мягкими фотонами виртуальными и реальными от начального состояния, от начального электронопространного состояния, тогда вот это вот легко посчитать. И что же это будет? Это можно написать так, минус Е в степени минус β, да? Сейчас скажу, что такое β, это вовсе не скорость. А здесь стоит β, а здесь стоит логалифм Е0, ну или Е, а здесь Дельта Е. Это вот экспериментальное разрешение. И, значит, ежели Дельта Е, ежели у нас... Нет, это есть ограничение на частоту реальных фотонов. Дельта Е. Это ограничение, экспериментальное ограничение на частоту реальных фотонов. Если это ограничение слабенькое, если мы разрешаем все фотоны, то тогда Е порядка Дельта Е, и, в общем, это уже можно выбросить. Вот эта формула, она работает, она правильная, только тогда, когда Е много больше, чем Дельта Е. А что такое β? Это β, ну β, конечно, это есть α делить на φ, потому что это излучение фотона. Вот здесь двоечка, и здесь стоит еще логарифм Е0, да? Вот так. Логарифм Е0, минус единица. Ну, это, в общем, единицу можно выбросить, так, для понимания. Логарифм, а тут набирается логарифм, от интегрирования по углам, естественно, да? Интегрирования по углам. Ну, вот, все тут понятно. Все понятно. Ну, я говорю, единицу, конечно, надо честно, декоэффициент надо честно получать. Правда, чтобы не наврать, я, в общем, всю эту шпаргалку поглядеть, да? Вон, правильно посмотрел. Логарифм, не рапоградь, а рапоградь. Вот так. Так у меня в шпаргалке. Ну, вы можете сами проверить. Да. Вот. Да. Вот такая формула. Это легко проверить, что это впечатление. Они реально. Я не буду на них останавливаться, поэтому. Вот такая формула. Я еще раз говорю, что здесь у нас стоит дельта е и здесь мы ставили е, а здесь ставили дельта е. Это экспериментальное ограничение. Но, вот в случае, это для, эта формула хорошо работает для того случая, когда сечение, вот это бортовское сечение, в котором мы ищем поправки, оно не имеет резонансного характера, да? Оно слабо зависит от энергии. Слабо зависит от энергии. А здесь мы, у нас совершенно другая ситуация. Значит, вот, сечение-то сильно зависит от энергии. Это пик такой, да? И тогда, на самом деле, вот это ограничение, которое... Здесь мы пишем, ограничение, вот это дельта е, которое мы говорили, что оно опрягается экспериментом. Это ограничение на энергию реальных фоторов, энергии реальных фоторов. Мы говорили, что оно опрягается экспериментом. Нет, оно не опрягается у нас... В данном случае не экспериментом оно будет определяться. Ну, понятно. Вот, что касается виртуальных фотонов, виртуальных... Ну, видите, здесь... Вот виртуальные фотоны, вот они. Вот вклад в виртуальных фотонов. Ясно, что вот эта вершина никакой резонансного... Никакой резкой зависимости от энергии-то идет от пропаганта. Вершина ничего этого не чувствует. И, конечно, вот то, что... Это вот верхняя энергия иной предел применимости формулы... Мягкофотонных формул для виртуальных фотонов... Она, конечно, е. Это все правильно. Для виртуальных фотонов все правильно. А для реальных вовсе нет, не так. Потому что вот ежели мы будем искать... Здесь излучать фотон, то он будет менять энергию... Эффективно менять энергию вот этих вот... Суммарную энергию, да? Вот этих вот электронных позитронов. И будет сдвигая. Энергия будет... Уже не 2, не Е будет, а Е минус Омива, энергия, да? И он будет сдвигать... Ну, скажем... Он будет... Если мы стоим на резонансе, да? Излучили энергию Омива, мы сошли с резонанса. Сечение... Сечение подавлено. Сечки... Задавили сечение. То есть, на самом деле, ограничение на энергию реального фотона... Здесь должно быть вовсе не экспериментом. Оно определяется не экспериментом. Оно определяется вот характером зависимости... Резонансной... Характером резонансной зависимости. И понятно, что... Ну... Ограничение, которое мы должны поставить на ДТЕ... Что ДТЕ должно быть меньше порядка... Ну, порядок... Порядок... Чего? Ну так, я напишу... Если мы находимся на резонансе... Вот, если у вас Е минус М... Резонансная... Помогут в порядке ширины... Да? Такая... То тогда ДТЕ определяется гаммой. Ну, меньше порядка гамма должно быть. А если мы находимся... Все-таки уже... Гамма... Гамма... В... Гамма... В... Помогут... Больше... Чем... Гамма... В... Гамма... В... Гамма... Ну, тогда, конечно, будет... ДТЕ определяется веществлой Е минус РВ. В... В... Ромозных. Ну, так, почему? Потому что вот здесь пропагатор... У нас... Вот этот пропагатор... Учет излучения батона... Приводит в то... Что вместо этого пропагатора... ДТЕ... Г-МВ... Минус ОВИК... В квадрате... Плюс... Гамма-В квадрате... В... Ну, понятно, что... Когда? Мы должны смотреть разные случаи. Либо вот это великое, если это меньше, чем это, вот это Е-мв по-моему меньше, чем гамма-в, то тогда ограничение на омега идет от сравнения с гамма-в гамма-в. А если Е-мв больше, чем гамма-в, мы это можем вытросить, и ограничение на омега идет от сравнения с Е-мв. Поэтому, ну, в общем, это можно вместе записать таким же образом. Каким же образом? Ну, нужно писать дельта Е. Так, значит, ну, мы говорим, что работает вблизи резонанс, поэтому Е это примерно Мв, да? Е, Мв, а здесь напишем, ну, так еще, так мы пишем, Мв в квадрате, в это пополам напишем, а здесь напишем так, Е-мв в квадрате плюс гамма в это квадрате, значит, вот так вот напишем. Вот такой вот, вот такой появляется у нас множитель, да? И, конечно, этот множитель, он может быть, хоть показатели исполнения, множитель, он может быть больше единиц, конечно, больше единиц. То есть, традиционные поправки, они давят, давят сечение, сечение, да, это тоже надо учитывать, конечно, при обработке эксперимента. Так, ну, вот, дальше, что мы должны... А, ну, может, еще здесь можно сказать следующее, что, на самом деле, когда находимся за резонансом, за резонансом, да? За резонансом за резонансом, далеко за резонансом, когда Е, Е-мв-мв, положительно и много больше, чем гамма в это. И еще разверлить на В. Вот так вот это. В этом случае оказывается... Оказывается... Более выгодно... Более выгодно излучить жесткий фотон. Один жесткий фотон излучить и... Сесть на резонанс. С помощью... Перейти к резонансу с помощью излучения жесткого фотона с энергией Е-мв-мв. Энергией Е-мв-мв. И тогда... Тогда... Включение... Энергией... Этого процесса с излучением жесткого фотона. Как его можно получить? Ну, можно просто... Ну, он жесткий. Жесткий в том смысле, что его энергия много больше, чем вот это вот... Чем гамма В. Да? Что энергия его примерно равна Е-мв-мв, которая далеко по сравнению с гаммами. Энергия, значит, такая... Довольно большая. Но... Тем не менее, его энергия много меньше, чем Е. И поэтому, опять же, можно пользоваться формулой мягкофотонного продвижения. Опять же, можно пользоваться формулой мягкофотонного продвижения. И тогда получить, что его сечение... Сечение этого процесса. Что мы должны сделать? Путь взять на это вот сечение, накрутить еще излучение. А излучение, вероятность излучения, как вы понимаете, это будет... Умножить на... Д Омега на Омега. Да? Д Омега на Омега. Вот этот логарифм, он взялся как раз из... Д Омега на Омега. И на... На бета. Вот. Вся эта логарифм у нас уже получилось от интегрирования мягкофотонного излучения. И, подставив сюда, получим... А здесь, заменив дельта от Е минус В на дельта от Е минус Омега минус В, мы получим формулу такую вот. То есть формулу для сечения сдвига на резонанс. Мы получим 6b в квадрате, зеленая на mb в квадрате, гамма b, а здесь гамма е е гамма f, и здесь зеленая на... А здесь β, то есть в множестве β будет, а здесь будет Е минус В. Да, Е минус В. Это я повторяю в случае, когда мы находимся в правее резонанса по энергии. Энергия у нас больше, чем резонанса. Е минус В, конечно, помогите. Так, что ещё? Всё. Всё. Но не всё. Это мы получили сечение, мы сдвинулись на резонанс, но это сечение с излучением одного жёсткого фотона. Один жёсткий фотон, да? Но... Оно тоже... К этому сечению мы тоже должны рад поправки учитывать. К этому сечению тоже должны учитывать рад поправки. И опять всё. Теперь... К этому сечению мы учитываем рад поправки, но... У нас и случился один жёсткий фотон. Мы сели на резонанс. Но потом... У нас есть опять виртуальные, но поправки к этому процессу. И реальные. Сечение реальных фотонов... Вернее, энергии реальных фотонов. Теперь у нас ограничено величиной Е минус МВ. И тогда мы получим здесь такую функцию Е минус МВ делить на МВ в степени В. Вот такое получено сечение. Это подавление за счёт рад поправок. Это просто... Сечение... Изучение огневого фотона. Ну, это множество... Разбитых из-за того, что мы сели на резонанс. Горы даряло исключение. А это рад поправки, которые давят наш процесс. Они давят, но они давят... Ну, скажем, не так, как в резонансе. Потому что здесь Е минус МВ. Но, тем не менее, подавление есть. И, в общем-то, имеет смысл учитывать эти рад поправки. Здесь то, что Е минус МВ. Да. Можешь прощать? Да, конечно. У меня есть условие такое, что Е минус МВ на ВВ. Это не просто на МВ или на МВ или на МВ на ВВ? А потому что... А вот сравните. Вот это сечение. Ну, скажем, какое сечение. Много больше... Гамма выделить на В. Потому что... Вот смотрите. Что мы приобретаем? Смотрите. Что мы приобретаем? Какие... А, ну вот снова. Гамма выделить... Ну, потому что... Вы понимаете? Это... Это... Это условие того, что сечение вот этого... С излучением жесткого фотона больше, чем сечение упругое. Понимаете? В чем дело? Без излучения. Это условие. Вы же здесь... Нежели... Нежели Е минус МВ... Понятно. Понимаете? Вот умножитель, который мы зарабатываем, это все-таки... Эээ... Вот... Смотрите. Вот смотрите. Сечение, которое здесь было в резонансе, да? Или так. Вот. Не в резонансе. А вот тут... Мы ушли от резонанса на Е минус МВ, да? Какое сечение мы получили здесь? Ну, давайте я не буду писать 3B, гамма Е, Н. Не буду писать. Получили... Получили единица делить на Е минус МВ, Е минус ЛВ, МВ квадрат. Да? Вот это сечение. А теперь смотрим... Это сечение без излучения. Без излучения. Жесткого фотона. Н без излучения. Жесткого фотона. А вот с излучением жесткого фотона какое мы получили? Эти множители те же, да? Вот эти множители те же. Вот так. Эти множители те же. А мы получили... Что мы получили? Эээ... Какие... Какие множители мы получили? Единица. Получили множитель β. Вот этот β, да? Гамма В. И на Е минус МВ. Вот такой множитель мы получили. Вот этот множитель. Посравнили с тем, который... Ну, у нас здесь... Вот он. Видите? Так. Ну, ладно. Это вот что касается наблюдения. В прямом канале. Эээ... В прямом канале. Без онов с тонущими числами 1, минус, минус. Так. Дальше. Ну, дальше, конечно, стоило бы сказать. А как вот у нас... Эээ... Как... Что это такое гамма В? Как... Ну, гамма В, гамма полная, там... Гамма В, гамма В, гамма В. Как? Мы их можем посчитать или нет? Ну... Ведь... Скажем... Ну, вот... Для... Эта же формула, повторяю. Она справедлива и для легких мизонов. Для легких векторных мизонов... Ну, что вы знаете? Эти векторные мизоны ρ, 0, 2, Омега и φ. Для этих мизонов. Это формула. Можно справедливо. Правильно? Ну, и мы вообще-то... А как посчитать гамма Е, Е? Для... В принципе, можно посчитать, так сказать... Ну, величина гамма Е, Е, вводится и для этих мизонов тоже. Но она вводится, так сказать, чисто... Феноменологически, да? Таким образом она вводится так. А вот этот векторный визон. Вот он связан у нас с фоконом. Видите, что он связан? Потом переходит в векторный визон. А давайте вот здесь в вершине в этой подставим... Подставим вот такую... Скажем, что вершина перехода, это есть... МВ в квадрате, да? Е, заряд. Ну, заряд должен быть, потому что фотон... Фотон у нас, да? Сейчас особо электромагнитное взаимодействие. Поэтому заряд должен быть в первой степени. И делим здесь наживы. Вот так вводится... В вершине стоит такая константа. Если внести такую константу в вершине, да? То тогда гамма Е будет равно... Четыре третьих. Фи. Альфа в квадрате, да? А дальше? Эту В? Делить? Да? На ЖВ. ЖВ безразмерно? Ну, ЖВ безразмерно, да? Е безразмерно, и В в квадрате сокращается вот с пропагатором. Правильно? Это решина. Лишняя пропагатор. ЖВ безразмерно яичная. Вот так выражается... Так пишется ширина через, я повторяю, феноменологическую такую константу ЖВ. Эта константа, в общем, она может быть введена для всех мизонов. Для всех мизонов. Мы дальше будем говорить еще отдельно про редкие мизоны. Вот она для всех одинаково вводится. И вот такая ширина. Так ширина через нее выражается. Я же не набрал, конечно. Ну, потому что не набрал. А где тут набрать-то? Я не знаю, где набрать. Ну? Так... А у вас какие места написаны в квадрате, а в втором? Не понял? А, Ж-то. Ну, Ж-то в квадрате, конечно. Ну, вот... Ну, что так? Конечно, набрал. Конечно, Ж в квадрате. Потому что она уже в матерском живете стоит. Да? Вот так. Такое выражение мы получаем. Ну, вот, значит... А что такое Ж в, в общем-то, для легких мизонов мы его вычислить не можем. Но, для... Что касается вакония, то мы можем вычислить так. Вычислить... Отчасти вычислить Ж в, отчасти вычислить константу и вычислить ширину. Ширину... Вот каким образом мы можем вычислить это ширину. Просто из... Из... Ну, правда, мы можем вычислить... Выразить ее, скорее, через волновую функцию... Волновую функцию... Квартфония в нуле. В общем, мы это обсуждали... Как-то... Уже в квадратной электронике, скажем. Вот у нас есть распад... Мы обсуждали связанные состояния. Базитронии, да? Базитронии. И распад базитронии. А как тут базитронии распадаются? Ну, в зависимости от того, есть это ортопозитрония или парапозитрония. У нас распадается по-разному ортопозитрония. Как распадается? Ортопозитрония. На три гамма, парапозитрония, на два гамма. Почему так? Потому что ортопозитрония, у него зачетность в минус единица. Ортопозитрония, это как раз один минус минус и есть в ортопозитронии. Распадается на три гамма, поэтому... Но любую ширину... Любую ширину можно... Любая ширина, ширина любого распада, на любое, конечно, состояние... Ширина распада, раз пары связанного состояния упущей чертой связанного состояния... Так, это связанное состояние упущей чертой на f. Ну и упущей чертой или е плюс или минус, да? На состояние единица. Вот мы так и писали. Мы писали си от нуля по модуру квадратик на два в. f, это относительная скорость, которая есть... Относительная скорость вот... Состояния частиц... Вернее, вот так. Вот так. Пишем... Мы выражаем эту ширину через сечение. q, q с чертой... Здесь я напишу q с чертой, вот, связанное состояние. Вот так вот, связанное состояние, да? А вот это q с чертой, это свободное q с чертой, да? Если в это состояние f, и это сечение... Вот это вот сечение, как вы помните, сечение задержит... Это квадрат матричного элемента, умножить на фазовый объем, и делить, да? Что? На поток, да? А поток содержит скорость. Скорость. Вот это вот скорость системы центра инерции, да? Ясно, что вот это сечение, оно единица на v содержит, да? А вот если умножим на v, то все уже допускает предел v, v равный нулю. Вот так вот. Затем, можно, на v мы получили возможность перейти к пределу v равный нулю. Вот так вот. Такая и есть форму. Для, значит, ширины распада связанного состояния, и с квадрат, или там не плюс, не минус, все равно в какое-то конечное состояние. Вот ширина распада, она так выражается через сечение на паройду. Сечение на паройду. То есть при скорости равной нулю. Вот. Ну, как это формул получается? Помните? Нет? Ну, получается она так, что мы говорим. Вот у нас, что такое у нас связанное состояние? Связанное состояние вот такое. Кукус чертой. Связанное состояние. Что это такое? Это есть вот что такое. Это есть ВСИ от П. Ну, и ФИ от П. Да? А крест от П. А крест от П. В крест от минус П. Да? И здесь на вакуум. Правильно? Вакуум кваштоплантонный. Здесь мы родили кварк-антикварк. Да? Интеграл, да? Интеграл. Интеграл по ДП. Правильно. Правильно. Соответственно, интеграл по ДП. Родили кварк-антикварк. Умножим на лобовую функцию. В импульсном представлении для связанного состояния кварк-антикварк и проинтегрировано. Все. Вот это мое, значит, такое связанное состояние. А теперь мы смотрим матерский элемент. Раз перехода этого состояния. Вот берем С. Оператор. Здесь ставим Ф состояние. Значит, вот так вот. И получаем, значит, что наш материчный элемент равен вот интегралу с F от… Получаем так, что наш материчный элемент, который нам нужен, это вот такой вот материчный элемент. Здесь стоит F. Здесь интеграл от ДП. Фи от П. А здесь стоит… Здесь F. А здесь S. Оператор. Ну, что это такое? Это у нас как раз дает материчный элемент перехода в состояние кварк-антикварк и пары. В состояние F. Этот материчный элемент допускает переход в П, стремящемся к нулю, да? Мы можем перейти здесь в предел П, равный нулю. А интеграл вот этот, интеграл Фи от П, это как раз будет Пси от нуля, да? И когда берем, берем, вычитаем ширину, у нас получаем Пси от нуля по нулю в квадрате. Вот. Так. У всех лицентрик можете сами восстановить. Легко. Легко. Одной левой. Да. Вот такая вот у нас замечательная формула. Теперь. Теперь. Как же... Ну, конечно, это формула, это не ретивистская формула. Ясно, что она справедлива только тогда, когда у нас кварк-антикварк не ретивистские в связанном состоянии. Конечно, она применима только для связанных состояний тяжелых кварков. Тяжелых кварков. Здесь у нас, конечно, ретивистские кварки. Так. Ну вот. Правда в этой формуле, в этой формуле, вот, что еще можно сказать, что еще? Ну давайте напишем эту формулу, скажем, для нашего кварк-гония, да, для кварк-гония. Перепишем ее, значит, скажем. Вот мы знаем, что сигма куку с чертой. Да? А! Что мы знаем? Вот мы знаем. Сигма не плюс, не минус. Не плюс, не минус. Чему это равно? Ну-ка скажите. Сигма, не плюс, не минус, не плюс, не минус. Ну, вот четыре третьих. Пи альфа квадрата. Делись на С. А С это значит четыре, на пороге, четыре мю в квадрате. Да? С. Понимаете? Четыре мю в квадрате. Или, ну, у вас м мю напишу. Четыре м мю в квадрате. Да? Эту формулу вы знаете. Но эта формула получена для высоких энергий. Обратного процесса, да? Для высоких энергий. А что, если у нас, мы смотрим на пороги, то, конечно, здесь множители появляются какие-то. Какие множители появляются? Множители появляются, здесь β появляется. Это пороговый фактор, да? Который есть. Вот как раз, как раз В и есть. Вот это вот В и есть, да? Ну, правда, ну вот В-то здесь писали уже. Ну, не путать с этим В. Хорошо? С этим В. Ну, В были писать. Хорошо. Значит, В. Все это и не все? Нет, это еще не все. Здесь еще есть коэффициент, который... На самом деле, если бы мы смотрели вот реакцию Е плюс Е минус, Е минус, да? То здесь коэффициент единица плюс 2 квадрат на С. 2 квадрат на С. Единица плюс 1 в 2. Три вторых коэффициентов. Три вторых коэффициентов. Если мне память не измеряется. М? Подождите, а у вас скорость, ага? А? Это скорость в левого, ага? А, пардон, пардон. Черт. Что же я сделал? скорость тогда в знаменателе скорость здесь в знаменателе а здесь скорость электронная скорость в знаменателе это именно из потока а здесь три вторых множители ну я говорю это конечно его помнить я не требую чтобы вы его помнили да я его и сам вот видите я может и сам его не помню вот вот но оказывается правильно я написал да правильно я написал три вторых ну там множители есть единица плюс 2m квадрат делить на s вот такой множитель а s это 4m квадрат на пороге поэтому это правильно эта формула правильная значит и поэтому троечки сокращаются четверки сокращаются троечки сокращаются и здесь будет и здесь будет пиа квадрат делить на 2m в квадрате на v вот такая форма ну точно и оказывается она оказывается что это сечение что сечение вот скажем сигма не плюс не минус зашaged на 3m в квадрате на 1m в квадрате на 4m в 2 м в квадрате на 2m в 2m в 2х к addition Тоже это уже ровно на пороге. Вот хотите ветки, хотите проверить. На пороге просто то же самое сечение. Совершенно то же самое сечение, да. А сечение, которое... Ну, это сечение, значит, вы получали в квантовую электродинамику. И в квантовую электродинамику вы получали сечение плюс-минус в три гамма, да. В три гамма. Да. Вот еще, когда в квантовой механики вы говорили о пороговом поведении, вот вы говорили о законе единицы на вы. Говорили вам о законе единицы на вы? Ну, не говорили. Не помните. Ну, по правде говоря, на лекциях, можно сказать, на семинарах я не помню, что я так говорил. Ну, такой есть закон, и я понимаю, я объясняю, что это просто потоковый множитель. Да. Потоковый множитель. Здесь канал открыт, да. Здесь никакого нет порогового множителя, потому что здесь частицы уже энергичные, да. А это вот, как потоковый множитель, вот есть. Ну, и это сечение. Ну, чем оно отличается? Ну, конечно, оно отличается. Альфа, здесь стоит альфа в круге, да. Ну, а здесь на м мю в квадрате, м мю в квадрате и на b это никуда не делится. А коэффициентик, вот здесь коэффициентик, ну, коэффициентик здесь вот такой, две трети, а здесь стоит пи квадрат минус девять. Это коэффициентик, он не триллиарный, его надо получать, в общем, интегрировать. Ясно, откуда пи квадрат возникнет? Это только от функции спенса. Это ждать интегрирования. Вот, по фазному объему количества фотонов. Ну, эту формулу, насколько я понимаю, вы тоже получали в квадрате. Так что вот этими их формулами, вот, можно, мы будем, можно пользоваться. И вот этими формулами, и вот этими формулами, и найти, скажем, вот, найти, скажем, гамма-е-е тогда, гамма-е-е. Чему будет равно это гамма-е-е? Что мы должны сделать? Вот, все, тут все от нуля по логове в квадрате, оно, конечно, никуда не делится. Другое дело, как все от нуля по логове в квадрате вычислять? Ну, совсем уж в нагоду, да? Взялись, сказали, что кварконе это просто чисто улоновское состояние, и вычислили. Пси от нуля тогда чему будет равно Пси от нуля? А? Вниз на Пи в квадрате. И Пс на Пи Аборовской в квадрате, да? Вот и все. Подставили. Ну, конечно, это не совсем хорошо, потому что, ну, понятно, что даже в низших в квадрате влияние, вот, непертурпативного потенциала, оно уже, ну, я не знаю, по крайней мере, процент 50, по меньшей мере. Поэтому такая формула, она слишком грубая. И желательно как-то сконструировать такие величины, которые не содержат Пси от нуля, сокращаются. То есть, скажем, взять распад кварконе в одно состояние и в другое состояние, да? Все от нуля сократится, а отношение уже будет, так, более-менее сидеть на пертурбативной физике. Вот так. Почему отношение будет сидеть на пертурбативной физике? Ну, потому что, вот, скажем, сечение аннигиляции, вот, когда мы говорим о сечении аннигиляции, что это такое? Это, ну, как можно, так, на картинке нарисовать этот процесс? Вот у нас был парконе, связанное состояние, которое там, здесь обмен злеончиками, какими-то мягкими. И вот это, так оно формировалось, а потом взял и в парконе перешел, а потом где плюс и минус. Вот такая диаграмма для такого, для ширидной распада. Или для, ну, для ширидной распада, если поговорим здесь. Так вот, мы факторизовали. Вот на этот процесс он идёт на малых расстояниях. Расстояние порядка единой на массы кварков. А этот процесс он идёт не совсем на малых расстояниях. Какие расстояния здесь существенные для этого процесса? Ну, порядка Аборовская. Аборовская, грубо говоря, это что такое? Это единица на масса кварка, да? И еще на альфа. Альфа уже маленькая величина, да? Мы должны считать альфа маленькой. Это расстояние уже, ну, эти расстояния, расстояние существенное здесь, гораздо больше, чем расстояние существенное вот здесь. Это и дает нам возможность вот такой фактуризации. Другой фактуризации. Ну, вот. Значит, здесь это у нас маленькие расстояния, а это уже расстояние, ну, не совсем маленькие. Не совсем маленькие, да? Поэтому здесь вот в Си от нуля эффекты непритурбативные. Они гораздо сильнее. И поэтому желательно как-то сокращать вот это Си от нуля. Ну, конечно, оно в отношении ширина оно сокращается. Так. Ну, теперь я все-таки хочу написать. Си от нуля, по-моему, лишь квадрат, а здесь-то что будет? Вот у нас есть Пи альфа квадрат. Вот В сократится, 2В сократится, да? Будет Пи альфа квадрат. Ну, теперь какое надо писать? Ну, альфу альфа, правильно. Альфа в квадрате и делить на МКу в квадрате, да? Вот я альфа квадрат на МКу в квадрате написал, 2В сократил. Правильная эта формула? Правильная эта формула? Неправильная эта формула. Почему эта формула неправильна? Потому что вот это сечение... Ну, хотелось бы, конечно, от вас услышать. Такой. Хотелось бы, чтобы вопрос был не риторический. А? А? Понял? Что два фотона рассматриваются в квадрате. Мы говорим, вот, я бы даже не знал, вот такую диаграмму. А потом мы будем говорить не о двух фотонах, а о двух леонах. Но пока мы говорим вот об этом, простейшем процессе. Да? И что же у нас получится? Вот я говорю, вот этот процесс. Здесь куку с чертой, куку с чертой. Правильно мы написали для него ширину? Или неправильно? Ну, очевидно, неправильно. Ну, здесь одно совершенно... Одно неправильно, совершенно не очевидно. А совершенно очевидно. Это же мы писали для него заряд. У него заряд. Какой заряд? Единица. А у него заряд... Значит, надо написать еку в квадрате. Да? Правильно написали? Правильно написали. Еще что-никак. Вот это сечение. Это сечение. Значит, мы писали для него, у которых не было цветовых степеней свободы. А это, важно, деклары, у которых есть цветовая степень свободы. Да? И поэтому надо его вложить еще на стройку. Да? И еще что? Что еще? Вот это сечение. Это что за сечение? Это сечение для процесса, просуммированного популяризацией в конечном состоянии. Да? И усредненного популяризации в начальном состоянии. Да? Или это сечение такого процесса, когда мы по конечным состояниям, и здесь тоже суммируем этот рюанс, подразумеваем, когда ширину смотрим. А что касается начальных состояния, то, ведь, вот здесь было четыре начальных состояния, да? И мы брали одну четвертую, умноженную на сутку по поляризации, да? По поляризации в начальном состоянии. Да? Одну четвертую. А вот здесь, когда мы говорим, вот распад вот один, наш распад, мы смотрим, куку с чертой, это один минус минус. А тьмо, однофатонный шканал, у нас один минус минус, да? А здесь, в каком состоянии находятся вот эти вот, в спиновое состояние, куку с чертой, какое? А? Какое? В спиновое состояние. В спиновое состояние. С-3-1. Вот какое состояние. Это триплет спиновый, да? Да. В спиновый триплет, да? Значит, что надо сделать? Нам надо, вот среди вот этих поляризационных состояний, эти поляризационные состояния, это что такое? Это есть 3 плюс 1. Три состояния по спину креплет, и одно состояние синхлет по спину. Нам синхлет по спину не нужен, и поэтому, ну, мы должны брать только триплет по спину и усреднять все это по состоянию спинного. То есть надо умножить на 4, для того, чтобы ликвидировать вот эту вот четверку, и разделить на 3, для того, чтобы усредить по спиновым состояниям триплета. Все. Вот такой вот коэффициент. Вот такой коэффициентик. И о нем выбывать вовсе не надо. Вовсе не надо. Выбывает. Теперь, вот, то есть, вот эту ширину, в отличие от легких векторных гризонов, да, вот эту величину мы можем вычислить, вычислить, ну, хотя бы грубо, вычислить через Пси от нуля. Пси от нуля, конечно, мы можем совершенно наивно, совершенно грубо взять, как Пси от нуля по модуру в квадрате, как и нет снафия Афгаровская в квадрате, но можем взять с учетом, в потенциальной модели можно вычислить это Пси от нуля. Есть потенциальные модели, есть параметры потенциальных моделей, есть параметры, конечно, которые, ну, параметры, я уже говорил, есть там параметры растущего потенциала, потом есть параметры спиноргитального взаимодействия и спинспинового. Вот все их можно использовать, все потенциальные модели можно использовать, вычислить через Пси от нуля, ну, и как-то все-таки с какой точностью можно надеяться получить ширину. Ясно, что потенциальные модели, они стоят с таким образом, чтобы получить правильную ширину. Это одно из требований к потенциальных модели, к параметрам потенциальных моделей, чтобы эти параметры вот давали нам правильные ширины распада. Правильные Пси от нуля. Ширина распада в основном выражается через Пси от нуля. Да. Хорошо. Теперь, это вот гамма ЕЕ. Ну, а какие другие ширины, какие другие распады есть, против ЕЕ, скажем, у паркурия? Ну, простейший распад, правда, вот не у один минус-минус, но мы же знаем, что кроме один минус-минус, есть, например, есть, например, ноль, какой там, ноль, а? Минус-плюс, да? Ноль-минус-плюс. Это, это, это кум. Те мизоны, которые называются, это кум, да? Вот так распадаются эти мизоны, и один минус-минус. Ясно, что они по-разному распадаются, потому что у них вот квадтовые числа, вот сочетность разная, да? Сочетность разная. Вообще говоря, вообще говоря, глион, как вы понимаете, он никакой сочетности не имеет, в отличие от фотона, да? Потому что у него заряд есть, у глиона, он переходит, вовсе не сам в себя, при преобразовании сочетности. Но, ежели взять два глиона, два глиона, и в бесцветном состоянии, один глион обязательно цветной, а вот два глиона, в бесцветном состоянии могут, они, конечно, есть, два глиона могут в актентном состоянии быть, но, конечно, тоже никакой тогда сочетности у них нет, определенной. Но они могут быть в сочетном по цвету состоянии, и тогда сочетность их, какая? В сочетном состоянии. А? Положительная. А как это, сразу сказать, что она положительная сочетность? М? Ну у нас же есть fµµ в квадрате в квадрате Вот оно. Так что для фотонов только здесь свет есть. Ну ясно, что в Лагрушане есть такой член, но ясно, что Лагрушан имеет положительную цичерность. Поэтому ясно, что это вот как раз бесцветное состояние двух грионов. Ну оно еще и где-то по цвету, еще и по Воренцовским индексам оно там синглет, то есть скалян. Но нам это важно только по цвету. По цвету видно, что это скалян, то есть синглет по цвету. Вот. Значит, синглетное состояние двух грионов по цвету — это С-четное состояние. Значит, вот этот низон может распадаться на два гриона. На два гриона. И давайте посмотрим, а какая же у него будет тогда ширина. Вот напишем здесь ширина. Это С-четное состояние. Гамма и Е — это значит один минус минус. И Е. А здесь ну или джинси. Ладно, один минус. Ноль, плюс, минус. Он минус переспособил. Минус, плюс. Вот он может в 2G. В 2G распад идти. Ну, а как вы понимаете, что 2G не наблюдаются, да? Что же мы имеем в виду, когда говорим о распаде в 2 гриона? А вот тут мы опять же имеем в виду вот следующее. Вот у нас процесс идет таким образом. Вот у нас опять это вот связано с состоянием. Вот оно перешло в 2 гриона, да? 2 гриона. Это вот гриончики у меня. Но гриончики не наблюдаются, конечно. Они как-то должны переходить в квадроды, квадроды. Ну, как они могут переходить в квадроды? Ну, надо рождать кварки-антикварки, да? Кварки-антикварки, кварки-антикварки. Как-то здесь взаимодействуют антикварки с антикварками. Вот эта, скажем, антикварка объединяется с этим кварком, этот с этим, и пошли уже без... То есть здесь уже кварки-антикварки могут переходить в бесцветные адроны. Ну и, конечно, может взаимодействие между ними здесь быть, конечно. Конечно, оно есть, потому что на самом деле рождается. Вот когда, если вы посмотрите на таблицу ширину, значит, этих самых эдомизонов и джипси, то там рождается многоагронное состояние. Основное, конечно, это рождение многоагронного состояния. Многоагронных. То есть здесь не только кварки рождаются, дополнительные кварки рождаются, глионы излучаются, которые опять переходят в кварки и так далее. Но вот у нас, значит, мы можем так рассуждать. Вот у нас произошел процесс перехода кварко-антикварки в глионы. А там, ну понятно, что эти глионы как-то с вероятностью единицы перейдут в адроны. То есть здесь, вообще-то говоря, если мы будем смотреть каждый индивидуальный канал, то мы столкнемся, ой, ой, плохо нам будет, потому что, ну, опять же, мы столкнемся с инфракрасными расходениями, с калериарными, если будем смотреть вот инклюзивные процессы, да? Но, вот в сумме все это, когда мы будем смотреть эксклюзивные каналы, эксклюзивные каналы, то есть отдельные каналы, то мы с кучей проблем столкнемся, вот вычисление эксклюзивных, ну, от распада, шевел. Эксклюзивных шевел, оно, в общем, практически невозможно. Но когда мы смотрим все навалом, то есть все суммеет, да, все эти расходимости сокращаются, и здесь, опять же, мы можем просто так говорить, что вот эти вот глионы, состояние с вероятностью единицы, перейдут в адронное состояние. Все, что нам надо, это найти вероятность перехода вот в глионное состояние. А дальше уже, как они переходят в адронное состояние, это, в общем, картина сложная, но нас, ну, хорошо бы, конечно, и в этой картине разобраться, но пока нет возможности, давайте вот так говорить, что они все перейдут обязательно в адроны с вероятностью единицы. Вот такая идеология, значит, сейчас используется при вычислении шевел распада. То есть, как мы говорим, не давая детали вот этого перехода дальнейшего глиона в адронное, мы говорим, что полночереда, вот она как определяется. Ну и вот посмотрим, как она, используя вот эту формулу, что мы получим? Мы получим равно все от нуля, по-моему, 0 в квадрате, да? А дальше что? Все от нуля, по-моему, 0 в квадрате. Дальше что у нас будет стоять? Пи будет стоять, да? Альфа-с, конечно, мы будем стоять, правильно? Не альфа обычная, а альфа-с будет стоять. Потому что вот когда мы смотрим и плюс, и минус, и плюс, и минус, здесь у нас альфа стоит. А если е плюс, и минус, то стоит? Альфа-с стоит, да? Ну, ж здесь стоит, ж здесь стоит, да? Альфа-с стоит, правильно. Теперь, что касается, теперь и альфа-с в квадрате напишем, там что у нас делено это? На два му в квадрате. А здесь что? А что умноженное будет? То. Значит, ну, что у нас стояла? Троечка ставим по цветам. Ну, мы говорим троечка по цветам, да? Троечка. Троечка, ага. Троечка или троечка? Это вот надо сообразить. Лучше давайте напишем честно, что у нас будет по цветам. Ну, мы можем по цветам. Давайте сообразим, что у нас будет по цветам. Волновая функция цветовая была. Какая волновая функция цветовая была? Дельта, если у нас альфа-бетта. Дельта, альфа-бетта, делит на корень из трёх. Корень из трёх. Ну, так, чтобы нормировка была в квадрате. Она, чтобы была единица, да? Дельта, альфа-бетта. А теперь, что у нас будет, матричный элемент какой он будет. Таким образом, у нас, значит, вот здесь был глен со цветом А, глен со цветом Б и мы… То есть, Дельта, альфа-бетта. А здесь Та, 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 Та и Б. Та, 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 Та. Та, 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 Та. Та, 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 альфа-бетта. Произведение. Это АТБ. Вот здесь был АТБ, АТБ. Теперь продолжим. Это в материнском элементе. Такой был световой множество. Теперь мы материнский элемент в квадрате возводим. Петница на 3, значит... Петница на... Это же цель, правильно? Это не... Это... Дельта-Анфа-Бетта, нажимай обломку, можно? А? А дельта-Анфа-Бетта, почему что? Дельта-Анфа-Бетта... Дельта-Анфа-Бетта. Дельта-Анфа-Бетта. Дельта-Анфа-Бетта, находящегося из 3... Дельта-Анфа-Бетта. Так, так... Так, ТБ. да 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 так и б ну у нас должно а дальше так 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 и б след да, правильно след след татб у да, след татб это будет это будет это это да это будет дрей да, это есть дельтам b дельтам b ну, делить на корень из трех дельтам b на корень из трех дельтам b нет, на два на два делить на корень из трёх. Вот что получается. Дельта АВ – это будет… правильно я написал? Правильно. Да. Это будет… Дельта АВ – это будет С квадрат минус единица делить на 3 и умножить… вот это вот. Всё правильно. Это вот идёт от цвета и это идёт от цвета, да? Дальше что ещё идёт? Идёт у нас от поляризации. От поляризации идёт одна… четвёрка. Четвёрка. Четвёрка, да. Четвёрка. Почему от поляризации четвёрка? Ну… Я говорил уже, что когда мы здесь… здесь… брали… Четыре. Четыре. Правильно. 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 Значит, здесь, когда мы вычисляли вот это сечение… ну, плюс и минус… вот это сечение в два гамма. Что мы делали? Мы брали… усредняли по поляризации. Брали артур четвёртую, да? На сумму по поляризации, сумму по поляризации. А здесь… и здесь… в этой сумме по поляризации… на самом деле… что у нас… было в этой сумме по поляризации? В сумме по поляризации… участвовали как триплентное состояние. Вот в сумме по поляризации… есть сумма по поляризации… это есть триплентное состояние… плюс… вот я написал 3… плюс 1… это симплентное состояние, да? На самом деле, вот я написал здесь 3 плюс 1, но здесь 3, на самом деле, умножалось-то у нас на 0, плюс 1, умножалось на 1, да? Вот что это означает? У меня из этих вот состояний, какие давали вклады? Триплетные состояния вклады мне давали, на них. Почему? Ну, потому что они запрещены подсечетность. У них n равно 0, они подсечутся до прещины, и . Вот это вот и давало вклады, да? Поэтому, ну, это то же самое, вот я 4 третьих писал, это то же самое. Мы писали 3 умноженное 1, это не давало вклады. То же самое. Значит, здесь стоит четверка. Четверка стоит по, значит, поляризация. Ну и все. Ну и все. Вот это вот такое выражение. Конечно, мне вот это вот. Ну не нравится мне вот это вот. НС квадратный плюс синица. Правильно, НС квадратный плюс синица 8, да? 8. 8. Я же, если я тройку пишу, то надо там писать 8, да? Хорошо. А здесь нет. Я тройку-то не говорю. Потому что у нас тут не в этом, а не номер. Здесь у нас, я написал АТПС, да? АТПС, поэтому никакой фигур. Ну, конечно, я мог бы написать в два гамма вот этот вот. Здесь тоже в два гамма распад, тоже есть, да? Ну, конечно, и он наблюдает, в принципе, наблюдается этот распад. Ну, тогда лучше было бы писать... Вот этот нож, где остался, ну, это полиционный нож. Здесь вместо АТПС в квадрате я должен написать АТП в квадрате и умножить на ЕКУ в четвёртую. А, да, в четвёртую. На ЕКУ в четвёртую. А этот вложитель у нас был в этом вложителе, вместо этого вложителя была бы тройка, да? Потому что это был бы тогда подсвет Сунгета, это Еревица, да? У Ледничной матрицы это была тройка, да? Корень тройка, три делить на корень не стрих, корень не стрих, а в квадрате вот тройка. Ну, в общем, та самая тройка, которая была здесь, потому что подсветом то же самое состояние. Вот так. Всё это так. Вот так изменился бы ответ для меня. Гамма, это КУ в два гамма. То есть, чтобы... Давайте я напишу здесь гамму, напишу, потому что это полезно написать. Гамма ноль минус плюс 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 два гамма, это будет Си от нуля по ноль в квадрате. И Альфа в квадрате дверить на два гамма в квадрате на... Здесь было бы... А двойки не были? Нет. А? Я был четвертым. Здесь было бы тройка, и здесь было бы четвертым. Что? Нет, по-моему, двойки не были, потому что там уже два сих. А, два, нет, двойки нет, правильно. Всё. Единственное есть. Единственное есть. Единственное есть. А вот здесь... Ну, правильно. Там нет, там я написал правильно, а здесь двойки нет. Совершенно правильно. Вот такое вот выражение. Для чего я это написал? Для того, чтобы... Сказать. Вот, посмотрите. Теперь возьмем отношение этих сечений. Отношение этих шевей. Ну, и что же мы видим все, откуда по ноль в квадрате вылетело. И осталось... Вот здесь все величины известны, а здесь не известны альфа-весы. Альфа-вес, вообще-то говоря, ну где мы должны брать альфа-весы? На каком масштабе? Здесь на масштабе массы квадрат мы должны брать, потому что альфа-вес откуда взялось? Альфа-вес взялось вот от этого процесса. Это жесткий процесс. И его характерное расстояние, это единица, да, масса квадрата. Ну, это вот способ определения альфа-весы, да? Ну, правда... Ну, это, конечно, способ определения альфа-весы. Правда, для того, чтобы этим способом воспользоваться нужно, понимаете, нужно... Конечно, воспользоваться не так просто, потому что у нас же... Ну, нет у нас источников-то... Ну, хотя можно, в принципе, можно. Скажем, как? Ведь эти частицы, они могут рождаться в... Естественно, рождаются в... реакцию двухфатонных процессоров. Каких процессов? Вот эти частицы рождаются, да? А дальше они распадаются. И можно смотреть... Как вы знаете, первое наблюдение Хиггса было... Как раз связано с распадом его на два фатона, да? С распадом на два фатона. Поэтому... Распад, в принципе, можно. Но... Думаю, что... Всё-таки... Всё-таки не так много рождается частиц. И... Эта С... Частиц... Ну, на самом деле, такой, как она выражается... Я не думаю, что реально этот способ измерения альфа-С осуществляется. Но... Зато... Осуществляется... На самом деле, реально измеряется альфа-С... Не... Вот по отношению таких распадов. А по отношению распадов... Вот... У нас есть... Гамма... Один минус минус... И есть еще... Гамма... Один минус минус... В... Гамма... Один минус минус... В... Трижи... Трижи... Правильно? Насчет один минус минус, нужно три фатона рассказать, правильно? Три фатона... Три фатона... Видите? Это сечение, которое написано, да? Где? Не понял... Ну, вот... Вот... Так тут где нет? Так это... Почему сечение? Ну, ширину... Ширину... Ну, там же сечение есть... Все... Нет... Ну, в сечение ходит ширина... Да? Мы говорим сейчас о ширинах... Мы говорим о ширинах... Говорите... Ну, в другое дело, как эти ширины меряются... Ну, ширины... Трижи... Трижи... Ну, конечно, она тоже будет равна... Все от нуля... По-моему, в квадрате... Но теперь... Вот эта вот формула... Мы должны воспользоваться вот этой формулой, да? Где она? Вот она... Вот эта формула... 2... И разделить... Угножить на 2b... Значит, 4... 4... Альфа-с в хубе... Да? Велённое... Угножить на 2b-9... Это вот... Пи квадрат минус 9... Кстати, вот заметьте... Здесь... Вообще-то говоря... Сильное сокращение, да? Пи квадрат минус 9... Сокращение на целый порядок... Так... На 3... На 3L в квадрате... А здесь множители... Какие же у нас... Множители здесь... Будут... Значит... Множители... Ну... Понятно, что... Значит... Заряд здесь вот... Мы уже... Написали правильный... Ну... Вот... Здесь будет ещё множитель... Цветовой... Вот... 4 3... Он останется... 4 3, да? Этот множитель останется... Тот же самый, как... Е плюс Е минус... Гаммон Е плюс Е минус... Этот множитель... Проекционный множитель... Опять же... Потому что... Вот... 3G... Ну... Что касается 3G... Правда... Здесь надо сказать ещё следующее... Вот 3G... Состояние... Бесцветное, конечно... Состояние должно быть... Бесцветное... Но... В отличие... От... Двухлиодного... Состояния... Двухлиодного... Состояния... Вы... Это у нас 8... Множить на 8... Да? И... Здесь... Это есть что такое? Это есть... Один... Плюс что? Плюс восемь... Плюс восемь... Симметричность... Плюс восемь... Асимметричность... Плюс десять... Плюс десять... Плюс двадцать семь... Как вы помните... Надеюсь... Вот так... Видите? Здесь... Одно... Симмет один... Да? А понятно, что когда мы... Будем брать... Восемь... На восемь... На восемь... То синглетов-то будет... Два... Симметр... Один... Симметр... Почему? Мы взяли вот восемь на восемь... Еще умножили на восемь... Да? Симметр получили от... От произведений вот этих... Я в произведении... Два синглета... Два синглета... И так понятно, что два синглета... Потому что мы... Вот... Так можем образовать... У нас есть две функции... Два сенсора... F abc... F abc... F abc... И d abc... d abc... d abc... И вот мы можем... Симметр... Аа... abc... A1... A2... A2... B... A3... C... Вот такой синглета образовалась... Этот синглет... Да? И можем через D образовать... Два синглета можем образовать... Да? Вот этот... Вот этот... Вот этот синглет... Какую имеет чёртность? C-чёртность... Какую имеет C-чёртность? А? А? А как понять? Очень просто... Вот этот синглет у нас... Прямо жильём стоит... В... Э... В... 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 Екат... А... А... В... Д... В... 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 Сluent... А... В... А... ...В... А... ...В... В... 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 А... Смотрите... Вот когда мы перемножаем этот на этот, у нас стоит вот это в квадрате, это в квадрате. Всё это вместе, всё это синглет должен быть, да? Квадрат, вот этот квадрат — это синглет. То есть то, что мы... вот этот квадрат... аммюа тоже. Аммюа АВС, состоит ВС. Этот квадрат — синглет, мы это уже говорили, да? Теперь перекрестное произведение тоже должно быть синглетом, да? Ну или можно по-другому говорить. Вот смотрите, у нас же есть, по-другому говорить, не обращаясь к Лавранчангу, мы говорим, вот у нас есть трёхклюонная вершина, да? Что в трёхклюонной вершине стоит здесь, по цвету? Что стоит? ФАГЦ, правильно? Но это же переход, нежели смотреть в общем, это значит переход... Мы можем так смотреть, что это... Трёхклюона переходит в вакуум, правильно? Да? Ну один в два или три в вакуум. Ну вакуум С чётный, да? Понятно? Поэтому вот этот вот, это у нас синглет по цвету, вернее, С чётный, С чётный, а вот это С чётный. И нам нужен, конечно, С чётный. Вот здесь же С чётное состояние, да? Поэтому здесь, значит, то световой множитель, который здесь будет стоять, здесь вот просто стоит здесь... Д, когда мы говорим вот распад на два глиона, то по цвету это просто ясно, что Д на АБ. А когда мы говорим о трёх... а распад на три глиона, а распад на три глиона, то это вообще-то посложнее. Да, вот распад на три глиона. Здесь, на самом деле, есть разные диаграммы. Значит, есть такие диаграммы, есть диаграммы, когда один глион распадается отсюда, вот один глион распадается на два глиона. Есть такие диаграммы, есть такие диаграммы, такие диаграммы, да? Вот их надо учитывать И надо смотреть В принципе Когда мы переходим К порогу Когда в пределе Когда скорость зануляется То в материчном элементе Вообще-то говоря В материчном элементе есть как F-связь Так и D-связь Но когда мы переходим На порог То тогда у нас остается только D-связь И значит то, что у нас состоит от цвета Оно имеет вот такой множитель Такой множитель данк Такой множитель данк Вот такой множитель от цвета Получается Единственное чистое НС На ДЛ Но это надо выводить Это так сказать Не очевидно Я думаю, что вы на семинаре это проделаете Во всяком случае цветовую структуру этого распада Рассмотрим И вот получается Что множитель, который здесь есть Это вот такой множитель А D-Вц в квадрате Это тоже Не так просто посчитать Чему это равно Но D-Вц Это можно посчитать Используя соотношение полноты Которую я вам давал И выражая D через Шпуры от трех Т Вот Д можно выводить Вы помните, что такое Д? Это мы пишем, что ТАДБ Это есть антикоммутатор Есть ДТАБ С коэффициентом С коэффициентом Едниц ТАНЦ И плюс ДАБЦ ТЦ Отсюда можно выложить Д через следы От произведения трех матриц Трех генераторов В фундаментальном представлении А дальше Уже используя соотношение полноты Для этих генераторов Вычислить Д Повторяю, что это В общем Некая процедура Которая может Надеюсь Будет проделана на семинаре Сейчас я хочу ей заниматься Выпишу только ответ Ответ Вот следующий Делить на 4 Н Цельсия В фундаменте И минус Минус 10 дилятов А это равно 10 дилятов Пардон 10 дилятов Вот 10 дилятов Так вот Здесь стоит 10 дилятов От света От света стоит 10 дилятов Ну вот Ну вот Ну теперь Конечно Это вот Можно сказать Полная ширина Полная ширина В скворконе 1 минус 10 Ну правда Чтобы Я жюж точной быть То это Не совсем полная ширина Потому что Полная ширина Оказывается Что вот эта вот Величина Она Ну не так Ну Она больше конечно Чем эта величина Да Но не намного Ну я не знаю Она В общем Если добиваться Точности То нам Нужно Понимать Что полная ширина Складывается Не только Из этой Она включает И эту ширину Да Тоже И еще Включает Другие Ширины Реакционные Ширины Реакционных Распадов Да Если Реакционные Распады Скажешь Вот у нас Есть 1 минус Минус 1 минус Минус Да Или состояние 3 С 1 А это состояние Может так Распасться На На 1 С 1 Да Плюс 1 С 1 1 С 1 Плюс Гамма Правильно Вот есть Такой Распад Это То есть Джимси Например Переходит В этот С Плюс Гамма Реакционный Распад Джимси И он Тоже Значит В числах Ешь Для Джимси Это Сколько Ну где-то там 90 Что Не помню Ну 100 А это Квадрат Ну интеграл Перекрытие Содержит Это Есть Такая Ширина Чему Ровна Такая Ширина Она Ровна 4 Третьих Насколько Я Помню Насколько Да от оператора магнитного момента, ну, оператор магнитного момента, конечно, он зависит от гиромагнитного отношения кварка-антикварка, да? Ну, а дальше вот, если гиромагнитное отношение фиксировано, то дальше он считается просто по коэффициентам крепче, ничего здесь нет. А дальше стоит некий интеграл перекрытия, который, ну, там, интеграл r квадрат от радиальных функций, r1 на r2 радиальной функции первого и второго состояния, да? И, конечно, квадрате тоже. Вот такая формула, она, в общем-то, вам известна. Значит, не хочу я на ней останавливаться. Ну, я вам повторяю, что, в принципе, если мы хотим доневаться точность, то мы должны понимать, что в полную ширину не только вот это должны включать, но и это. И вот радиационные расклады тоже должны включать в полную ширину, потому что они не так сильно отличаются. Ну, а дальше, ну, ежели грубо, мы можем так сказать, что, вот, у нас это полная ширина. Значит, ширина E плюс N вирус, мы можем ее, она просто в мере, что в экспериментах просто, если мы меряем все навалом, все конечные состояния, мы получаем как раз полную ширину. Ну, видимо, сечение пропорциональное просто этой полной ширине. Значит, она, это лично, она наиболее легко меряется. Ну, можно измерить и полную ширину, и ширину адронную. Вот эта вот адронная ширина по существу, это адронная ширина. Можно ее тоже измерить, взять отношение, и получим альфа-эс от массы, на массе квадра. Это с точки зрения альфа-эс. Так, ну и что? Наверное, что-то... Это мне надоело уже говорить, а вам слушать. Ну, ладно тогда. Останемся с друзьями. Вопросы, вот так? Это аналогия с электронной навекой. А какая она? Ну, все эти, все эти годы. Переисовываем по... Ну, что... Положение, что, ну, все, ну, там, оператор-дородители, это такие же, то есть, все люди. А у нас мы же... Мы, значит, конечно, все это... Вот эти вот сечения берутся все в Борбовском приближении, да? Конечно, в Борбовском приближении, ну, видите, во ступеневая приближенность в Борбовском приближении, все сечения берутся, да? А, ну, а что, мы же знаем, как у нас отличаются... У нас есть правило Фейнмана для хромодинамики и правило Фейнмана для электродинамики. Мы просто берем... Чем они отличаются? Светом отличаются, да? Конечно, когда... Понимаете, когда мы смотрим вот распад... Вот этот распад, да? Три же. Я говорил, что там уже есть трехплеонные вершины, да? Вы понимаете, что есть трехплеонные вершины, и там... На пороге есть? А? Ну, они не работают, по существу. И... На пороге эти трехплеонные вершины, по существу, не работают, и... Можно вот такую формулу и пользоваться, да? Да? Да, можно, да. А вот если вы потенциальный уровень поставили, да, и в общем, как вы используете? Потенциальный уровень? Ну, да. Зачем мы? Зачем мы? А для того, чтобы понять, что... Вы хотите, чтобы мы решали уравнение Шрёдингера в этом потенциале? Да, оно не решается. Ну, как мы его решили? Ну, его численно можно только решать. Уравнение не решается? Нет, у нас сам написали, что он что-то объяснул. У нас сам написали, да, конечно, я... Но я говорил, что вот когда... Вот здесь входит величина Пси от нуля, да? Это Пси от нуля, нежели мы будем пользоваться просто Пулоновским циверопейским, да? Это будет совершенно... Ну, она просто будет отличаться от эксперимента в разы. Понимаете, Пси от нуля в квадрате от эксперимента в разы будет отличаться. Ну, тогда надо как-то объяснять эксперимент. А как эксперимент? Объяснять вот можно с помощью потенциальных моделей. Потенциальных моделей. Ну, я говорил, что простейшая. Значит, вот есть совершенно наивная картинка. Это Кулоновский потенциал. Дальше мы должны его как-то подгонять под эксперимент, да? Модифицировать. А как? Ну, ясно, что первое, что мы должны добавить член, который обеспечивает удержание. Должны вот добавить. Ну, конечно, этого мало, потому что у нас... Ясно. Даже для позитрония, для объяснения позитрония нам нужны... Нужны... Нужны спинно-орбитальные и спинно-спинные взаимодействия. И здесь тоже надо, конечно, эти спинно-орбитальные и спинно-спинные взаимодействия. И более того, что я говорил, что там мы спинно-орбитальные и спинно-спинные взаимодействия вычисляли. Получали капитальян Грейта, исходя из квадроэстрал-фейта, из квадроэстрал-фейта. Здесь, оказывается, что не получается, что для лучшей подгонки к эксперименту приходится включать, предполагать, не только обмен векторной частицей, да? Обмен при рассеи, но и обмен в коляргом частицей тоже при рассеи, да? То есть еще... для чего это делается? Понимаете? Чем больше параметров, тем легче объяснить, понимаете? Вот и вводятся эти параметры, не от хорошей жизни, а от того, что... Вот хочется объяснить, а нельзя объяснить по-простому. Да, вы обещали лекцию про функциональное интегрирование. Да? Сейчас. Старый слег. Вон, Гремов сообщил. А? Какой? Ну, два, два, три, два, три. Ну, давай, 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 давай. Ну, чего же он? А? Четверг, с утра. Да. Четверг, с утра. А свободен зал? Да. Ну, вы должны проливить, когда зал свободится. Тринадцать тридцать. Нет, нет, не получится. Ну, давайте согласуйте все это и... я практически... Не, вот вместо и дельмана... С дельмана готов. Поможешь? Да. Он же уехал. А, все. Тринадцать тридцать, да? Тринадцать тридцать. Час тридцать. Час тридцать. Час тридцать? Ну, хорошо. Давай, давайте, давайте на час тридцать. Ну, нежели я опоздаю чуть-чуть, то... Вы не разбегаетесь? Ну, конечно. Хорошо. А вот масса в матках, как она состоялась? Эх, эх, эх... Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Это фома вот пишется с такой точностью, так, если узла, то, понимаете? Поэтому, берется матка, грубо говоря, здесь можно написать массу такую, берем половину массы вектор внизу. Половину массы вектор. Половину массы вектор. А вот еще. Половину массы вектор. Понимаете? Ведь я думаю, что в этой форме есть сильные распоправки, да, которые пропорционально альфа-эс. Ну, я думаю, отмечу вот этой массы от половины массы и от организона это тоже личная порядка. Альфа-эс. Поэтому здесь мы их не учитываем, понимаете? Понятно. для массы. А вот, я вам скажу, что я понял, да? Какая будет связь для массы? Для альфа-эс. Для альфа-эс. И стали связь. Ну, вот, перед формировкой. То есть, на разных уголах. А для массы тогда будет связь? И опять, эта связь для масс, она опять будет зависеть от определения массы. Понимаете? От определения массы. А хотя бы той, 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 которая будет подражать здесь. Ну, вот. Ну, в смысле уже перенормировка. Понимаете? Ну, вот. Ежели... Формула для массы, она сильно зависит от схемы перенормировок. Сильно зависит от схемы перенормировок. Понимаете? Ну, даже, я должен сказать, что даже, на самом деле, когда мы пишем формулу для массы, вернее, не массы, а для уравнения dg, да, вы говорите, g по d, что говорим, μ, да, равно β, да, и говорите, β-функция вот у нас, β-функция, да. Но, на самом деле, β-функция, она тоже зависит от схемы перенормировок. В одной петле она не зависит, а дальше бы уже, ну, даже уже в двух петлях она зависит от схемы перенормировок. А теперь, что касается массы. Ну, вот так мы определяли. Можно написать нам мнение для массы. Вот мы говорили следующее. то мы введем m... так мы говорили, что... будем пользоваться ms-bar-схемой. ms-bar-схемой. Значит, и тогда у нас мы говорим, что есть m от μ, которая есть некая константа zm от g, да, и на m0, да, m0. m0 — это вот массовый параметр, который стоит. И мы можем написать в равнерии gm от μ, да. Можем написать m в равнерии gm от μ, и это, ну, тоже будет, ну, грубо говоря, это... d логарифм m по d... Той же самый вид будет терять, да. Ну, только вместо 5-то функции будет снять некая другая функция. Но опять эта функция будет зависеть от схемы перенадмировок. Вот в ms-bar схеме она одна, в другой схеме она другая. И эта зависимость гораздо более сильная, чем в зависимости от β-функции. Она в одной видле может зависеть от схемы перенадмировок, понимаете? Ну, так... Ну и... Ну и что? Я не знаю, вот... Если мы... От схемы перенадмировок, да. Ну вот, мы говорим, что вот этот mq, грубо говоря, вот эта mq, которая здесь стоит, это та масса, которая получена... Вот n от μ, она у нас была зависима. Когда μ само равно mq, понимаете? n? А что такого странно? У нас должна быть... Мы же должны как-то μ выбирать. Ну да. Ну, должны как-то мю выбирать. Ну, я не знаю. Вы можете считать, что когда... Когда мю в порядке, а также уже считать поправки, это... Понимаете? Вы можете стартовать, скажем, Вы рассматриваете физику c квадратных, да? Ну, состояние c, c квадратных. Характерная масса тогда, это полтора гэва. Берёте мю, значит, полтора гэва. Вот то мю, которое там. Берёте полтора гэва. Дальше говорите. Понимаете, ставите от мю от полтора гэва. Дальше... То есть мы фиксировали мю. Дальше считаете поправки. Эти поправки будут зависеть от мю. Будут зависеть от мю. Ну, и вам и всё, и... Понимаете? Так что... Физическая вершина не будет зависеть от... Физика не должна меняться при изменении мю. Но поправки будут зависеть. Физика... Поправки... Когда вы просуммируете все поправки, да? Да. Просуммируете. То... Вся вершина будет не зависящей от мю. Но в каждом порядке теории возмущения она будет зависеть от мю. Понимаете? Ну, вот так. Ну, а всё-таки... Вот про связь. Да. Ну, может, мы хотим связать на разных мюх, Макс? Есть полный? Есть, конечно. Ну, вот... Это аналогичная полная. Как... Я говорю, что... Прямо такая? Ну, не такая. Ну... Ну, это логично. Я могу её написать... Напишите. Эй... Эй... Ну... Ну, давайте... А что тут трудного-то? Ну, вот... Пишем опять же... Д логарифм мюх... М... М... От мюх... По... Д логарифм мюх... Это есть некая... Я не знаю... Гамма... 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 М... От ж... Вместо какой-то функции стоит вот некая функция гамма, которая тоже разваляется в ж... В ряд по ж... От мюх... От... От... А что больше? Ничего больше? Ну, а в основе, где-то гамма будет? А? А в основе, где-то гамма будет ли? Вот... Гамма? Гамма я не помню, как вы говорите. А, ну... Ну, как вы говорите? Ж квадрат 9 на 4π в квадрате с неким коэффициентом. Коэффициент... Коэффициент я не помню. Нет, ну, ж квадрат на 4π в квадрате, хорошо, а вот... Да. У нас вязь же эта гамма, она такая же как там? Ну, конечно, там. Это же безусловно, это не... Да? Все понятно. Да, конечно. Все? Да, конечно. Да... Угу 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 Продолжение следует...